друзья мы уже в который раз счастлива с прессы мы вещаем из недр главного магазина компании сплав расположена в городе москве на улице кечерская 16 и мы снова будем продираться сквозь дебри слоев но сегодня мы обсудим с вами промежуточный утепляющий слой промежуточный слой который в классификации ну в общей принятой классификации 7 слойных комплектов 3 это внутренний утепляющий слой понятно промежут промежут внутренний промежутки 5 число смысл какой подразумевается что данный слой нам нужен для того чтобы утеплиться и он является и чаще всего это свой выступает в качестве внутреннего слоя он внутренне и он же и промежуточного почему потому что надевается поверх термобелья но сверху него одеваются внешние влага или ветрозащитные слои поэтому собственно раскрыл полностью наименование что из какие изделия примитивы к данному слою представлено в ассортименте компании сплав ну у нас представлено несколько изделий флисовых но официально скажем так наименование l3 у нас у куртки хайлофт что такое хайлофт это флис но волосатый это если простыми словами то есть когда-то кто-то додумался придать флису структуру шерсти животных почему такая структура она позволяет сделать изделие более легким но ветрозащитные свойства сразу падают то есть хайлофт как таковой продувается сильнее обыкновенного флиса второе изделие которое мы рекомендуем использовать как третий слой но официально как бы к этому слою не причисляем это довольно таки простая флисовая куртка кричит то есть если это называется хайлофт это кричит соответственно довольно таки простой крой никаких лишних элементов ну и невысокая стоимость в отличие от вот этого изделия да это значительно дешевле то есть основное как бы их не различия это высокотехнологичная дорогая вещь это более попроще не притязательно до куртки кричит могут быть в камуфляже то есть оливковый мультипад еще есть расцветка мог здесь она к сожалению представлена а от хайлофт к сожалению в камуфляж нельзя покрасить он представлен в двух только цветах это оливковый черный основное различие между ними я владелец у меня есть куртка хайлофт с плавышкой с 2012 года то есть ей вот уже 8 лет 8 лет как она была вот 8 лет назад так она вот и сейчас такая же 8 лет куртки она съездила три командировки она везде где было бы где было где везде и все с ней вот никаких вопросов и и всем поэтому горячо рекомендую именно такого рода есть у меня естественно просто ну скажем так классический флисовые кофты такого плана простого да да если выделять если их сравнить между собой конструктивно концептуально то есть концептуально это промежуточный внутренний утепляющий слой 1 2 если сравнить конструктивно то естественно куртка l3 она гораздо более сложная усиление на локтях дополнительная скажем так более вентилируемая ткань в подмышках то есть где повышенная теплоотдача идет усиление на плечах усиление на воротнике для ворота на воротнике кстати усиление сделаны потому что воротник не сваливался то есть у меня была оригинальная куртка пока она уступает этом плане еще сильный сплаву потому что этот воротник постоянно жамкивался вот этому силе нету плюс еще это усиление несет функцию ветрозащиты ветрозащита то есть мне сплава сказал у меня был у меня была курткой квак с этим условиям была куртка пока у третий условия куртка была и сплавка эти условия обе я в результате расстался и оставил себе сплав то есть я в этом плане голосую горячо за сплав еще что мне понравилось что здесь есть по нижнему обрезан утяжка в оригинальных американских вещах тех они просто прямые просто прямые анимал то прямой ничего колокола вот таким сделан туда заливая все витра которые можно туда забывать понятно что сверху них носятся ветрозащитный слой но тем не менее это намного удобнее вот такая куртка намного удобно но соответственно за все приходится платить и эта куртка имеет довольно высокую цену потому что технологичный материал сложный крой и тогда тогда когда данная куртка намного дешевле в принципе свой курс со своими функциями справляется тоже весьма и весьма неплохо в чем разница основная разница основной в том что если мы возьмем 2 это по моему опыту я говорю сейчас меня кирилл поправить я буду неправ или не совсем прав если мы возьмем две курки третьего слоя сопоставимые по теплу по теплоизоляции куртка хайлов будет гораздо упаковаться в меньшие короче ну то есть она запакуется компактные незначительно но до компактные данная куртка будет иметь это при том что она имеет усиление при том что она вот это все будет на все равно пакуется компактный если у нас будет куртка но наверняка ты знаешь из старых комплектов американских как она спер называлась лика из 300 пола артета тоже были усиление на локтях у тебя народовалась в рюкзале чтобы упаковать нужно было рюкзла а вот по теплоизоляции например например на сбрызла и надо вот собственно я бы выделил такие как сказать момент то есть грубо говоря если мы возьмем 2 вот сопоставим вот эти зелья вот это изделие будет все-таки теплее на мой взгляд я потому что мерзну сильно на мой взгляд она будет теплее но здесь каждый выбирает уже исходя из того что лично ему надо нужно более высок более технологично и дорогое изделие вот хайлофт соответственно более простое дешевое но и к тому же в актуальных рассветных это важно мы должны это понимать то соответственно как кстати вот это называется курка речь к речь речь это называется хайлофт это кричит а еще его здесь вижу брюки расскажи про брюки но брюки это скажем так бесплатные дополнение конечно не бесплатная зачастую зачастую где-то скажем так либо в условиях отдыха либо в условиях каких-то не связанных там с активной боевой деятельностью до нужны просто теплые штанишки мягенькие нежные и вот куртки к речь такие штаны есть да да просто обыкновенные брюки совершенно простецкого прямого кроя с завязкой на поясе который регулирует объем они как бы тоже пользуются спросом и иногда нужны но я скажу что они гораздо теплее будут конечно второго слоя белья если мы будем по классике по классике сравнивать но в качестве слоев их использовать не стоит потому что крой он совершенно к этому не приспособлена то есть данное изделие данные изделия эти брюки не стоит рассматривать внутри системы слоев то есть это все-таки вещь которая такая больше ну как некое дополнение некое дополнение друзья ну тут что-то либо добавить еще про данные вот эти изделия не вижу то есть это классика это тоже классика в своем роде просто она сначала была классика вот такая потом просто классика стала такой потому что технологии стали развиваться получили новый материал который имел но преимущество скажем так благодаря этой структуре обладает при равных присопоставимых объемах он обладает чуть большей больше теплоизоляции поэтому как бы перешли все практически на него здесь и мы все посмотрим многоуровневые комплекты в мире которые есть они все используют аналог хайлок в основном исполнить хайлок то есть некоторые армии конечно использует прямые до которые не такие богатые американская российская американская российской самый богатый однозначно используют итаке многие армии мира до сих пор используют флис и по этому поводу особенно не переживает то есть грубо говоря компания сплав делала все для того чтобы вы утеплились в соответствии с вашими финансовыми возможностями ну либо запросы да и либо запрос что очень важно я думаю что более чем более чем если все то друзья приходите мерить и выбирайте забыл сказать друг у меня хороший служит в очень специальном подразделении вот у них они все себе закупали кречетые в мультиками и очень довольны остались очень довольны я знаю что их не было да были проблемы именно с рисунком с расцветкой мы несколько раз зарезали просто партии ткани за того что ну не могут производить иногда попасть в цвет либо форму рисунка но мы стараемся и обеспечиваем да да ли с мультиками и теперь уйти грамотно не мерзните или прибыли сами силам пока